Добрый день! Вы смотрите программу «Экономия». Как обычно, в пятницу вечера мы обсуждаем самую актуальную тему из мира финансов. И сегодня вместе с представителем финансового клуба КФУ с Тимуром Хасаном. Мы проанализируем рынки, отметим важные происходящие события, что сейчас происходит на российских фондовых площадках, какие мировые тренды влияют сегодня на цены активов. Затронем ситуацию на валютном рынке и, конечно, коснемся корпоративных новостей. Тимур, рад приветствовать тебя в этой студии. Здравствуй. Здравствуй, Ренат. Давай традиционно начнем с более глобальных тем, с внешнего фона. Здесь нужно освежить ситуацию на нефтяном рынке и обсудить политику мировых ЦБ. Затронем только ФРС. Они как раз проводили встречу в среду, 20 октября. Мы об итог, к сожалению, сказать не сможем, но важно оценить в целом, какое направление политики и какое влияние на рынке это может после него последовать. Мероприятие обычно содержит ряд моментов, на которые стоит обратить внимание инвесторам. Чаще всего это процентная ставка, конечно же, но сейчас главный тренд это сокращение баланса ФРС. Начну по порядку. Основные моменты это процентные ставки. В июне ключевая ставка была увеличена на 0,25% пункта до диапазона 1-1,25%. На этот раз с практически стопроцентной вероятностью предполагается, что изменений не последует. Куи наоборот, как так называемые покупки трежерис и ипотечных облигаций с Федрезервом, они завершились в конце 2014 года. В последнее время речь идет о сворачивании баланса, который составляет сейчас 4,5 триллиона долларов США. В августе 2007 года для сравнения он был равен около 780 миллиардов долларов. Затем в результате с кубок облигаций и ипотечных бумаг, то есть мер стимулирования, он взлетел в разы. Соответственно, сокращение баланса это большой тренд, который очень сильно будет оказывать влияние не как на развивающейся рынке, так и на развитой площадке, в том числе и США. В принципе, на что обращают внимание ФРС США тогда, когда рассматривают политику и изменения своей политики. Это общее состояние экономики. В июле оценивалось ФРС как умеренное развитие и данные за прошлый месяц можно назвать неоднозначными. Согласно наиболее свежей оценке от ФРБ Атланты, в третьем квартале речь может идти о не слишком удовлетворительно приросте в ВВП США примерно в 2,5%. Буквально месяц назад предполагалось 3,5%. Ураган Харви и Ирма ударили по американской экономике, впрочем, при прочих равных условиях в четвертом квартале возможно восстановление макропоказателей. Второй фактор, на который ФРС обращает пристально внимание, рынок труда. И, пожалуй, он один из самых ключевых, на который в текущих условиях ориентирован ФИЭД. Ситуация на рынке труда, наблюдавшись в августе, по итогам не слишком, там сказалось, позитивной. И число занятых в non-farm payrolls выросло на 156 тысяч по сравнению с июльским 189 тысяч. Тимур, вот у меня первый вопрос как раз к тебе по этому поводу. Рынок труда США. Насколько он сейчас является рисковым фактором для рынка? Какие тенденции сейчас на нем происходят, по твоему мнению? Да, в данный момент рынок труда, то есть, является, в принципе, он являлся очень важным для экономики США. То есть, как отвечает Дэвид Стокман, это знаменитый политико-экономист в Америке, он решил обратить внимание на количество кормильцев, то есть, рабочих мест, которые добавляют, добавляют стоимость, да? Да, то есть, они вносят основной вклад в ВВП страны, то есть, они имеют ключевое значение, в принципе, для экономики страны. И в данный момент их количество возросло, но все равно их общее количество меньше, чем показатели 2001 года, то есть, когда экономика США была в самом расцвете. Да. Но это также стоит отметить, как негативный фактор, потому что именно после роста этих рабочих мест последовал кризис в 2001 году, кризис доткомов, да, и в 2007 году. То есть, в данный момент это очень тревожный фактор, потому что он сулит новый экономический кризис для экономики США. Да, в том числе и для мировой экономики. Про кризис мы с тобой еще отдельно коснемся, какие факторы сейчас могут свидетельствовать о том, что кризис снова начинается. Следующий фактор, на который ФРС обычно обращает внимание, это инфляция, она не слишком высока, то есть, индекс потребительских расходов в июле год-году составил 1,4 процента, диапазон целевой ставки намного, чуть выше у ФРС. ФРС. Следующий фактор, это влияние доллара, и здесь, конечно же, нужно отметить общий тренд на мировом рынке, сокращение вот индекса доллара за последний год и проблемы там с Китаем. То есть, вообще известно, что китайская экономика сейчас и Китай может составить конкуренцию доллару США, и мог бы ты сказать примерно, о каких понятиях идет речь в этом процессе, то есть, как Китай может повлиять на индекс доллара США в целом? Ну да, вот то, что ни для кого не секрет, что Трамп объявил торговую войну в Китаю, то, что, во-первых, он хочет перенести производство в Америку, в принципе, ограничить экономику в Китае, но тем самым и правительство обещает ответить с ответными мерами, и, грубо говоря, выбросить на рынок 500 миллиардов долларов, и тем самым обвалить курс доллара. Потому что, то есть, как там работает весь механизм, они, грубо говоря, выставляют на биржу 500 миллиардов, и, соответственно, на рынке не найдется, как сказать, агентов, кто сможет сразу выкупить все эти 500 миллиарды. Да, и то есть, стоимость будет снижаться до того момента, и пока не скупят все 500 миллиардов. Соответственно, предложение как бы растет, от этого цена и падает, и, соответственно, это плохо для экономики Америки. Да, ты правильно отметил, что вот именно вот это событие с 500 миллиардами долларов может сильно повлиять на индекс доллара, который уже в течение этого года сильную негативную динамику показал. И правильно отметил про Дональда Трампа и его политику. Это основной фактор, который вот сейчас давит на индекс доллара. Также стоит отметить кризис в отношениях США и Кореи. Да, конечно. Да, и Северной Кореи. И это, в принципе, напряженность по всем мире. Она оказывает давление на мировую экономику. И также вчера, если я не ошибаюсь, Дональд Трамп выступал с своим докладом в ООН, где он, опять же, агрессивно пытался как-то надавить на Северную Корею. Опять же, на Иран, демонстрируя напряженность в отношениях между США и другими странами, таким как Иран и Северная Корея. Но в то же время европейские страны и одна из основных стран Евросоюза, Франция, наоборот, оказывают и поддержку Ирана, что, опять же, провоцирует разногласия в отношениях Евросоюза и Америки, что, в принципе, окажет влияние на экономику. Геополитика всегда была неотъемлемой частью динамики на финансовых рынках. И это очень важный момент. Спасибо, что отметил. Я также добавлю к ФРС, закрывая эту тему, что в этом году планировалось около трех повышений ставки. Пока еще монетизовались две. Соответственно, третья под вопросом. В принципе, можем под конец года ожидать повышения ставки на небольшой процент. И если говорить о влиянии на финансовый рынок, то стоит отметить, что есть прямая взаимосвязь между развивающимися странами ФРС, о том, что при повышении ставки отток с развивающихся капиталов происходит. Хотя вот с момента начала ужесточения политики со стороны ФРС США мы видим, что российский рынок, в принципе, растет. И здесь нет какого-то оттока, который был бы заметен, в принципе, и улучшение геополитической ситуации с Россией. Да, ты хотел что-то добавить? Да, ну, в принципе, я хотел как бы отметить, то есть они планируют увеличение ключевой ставки. А то есть, ну, в принципе, хочется рассмотреть, для чего они это делают. То есть, возможно, вы как бы рассматривали до этого их передачи, то есть как-то для чего это происходит. Но, на мой взгляд, это происходит, чтобы не поддержать доллар. То есть обычно как, то есть, и ключевая ставка, она как бы, когда растет, дорожают и кредиты, то есть дорожают, в принципе, и деньги. Ну, и как бы это сдерживает денежную массу, и при этом инфляция, она как бы снижается. То есть, возможно, это ориентировано на то, чтобы усилить доллар, в принципе, на мировой арене, и чтобы подтвердить статус резервной валюты. Да, но пока вот, в принципе, такого мы не видим, потому что Дональд Трамп, с одной стороны, ФРС, с другой стороны. И про Джанет Йеллен, кстати, можно даже утверждать, что в 2018 году, судя по всему, она покинет свой пост. Соответственно, политика ФРС может кардинальным образом измениться. Но влияет ли она на политику ФРС? Мне кажется, она просто выступает как какое-то лицо, и которое оглашает результаты. Ну, об этом можно много. Теория масонов. Теория заговоров, в принципе, достаточно, чтобы спекулировать на эту тему. Что ж, мы, наверное, продолжим обсуждать глобальную тематику. Давай поговорим, в принципе, об общей ситуации в мире. О том, что сейчас есть какие-то предвестники, может быть, надвигающихся там угроз финансовых, либо какой-то нестабильности, ну, грубо говоря, кризисов. Мог бы ты нам такой апдейт некоторые сделать, что сейчас происходит в мире, какие тренды? Ну, в данный момент, в принципе, на фондовом рынке очень спокойно. И спокойно, то есть даже как-то слишком, потому что, в принципе, как бы рынок растет. Позитивно, да? Да, в принципе, позитивный и мировой фондовый рынок, и российский фондовый рынок. Но, как говорится, это и слишком настораживает, потому что, ну, не может быть слишком все так хорошо. И, соответственно, у всех, у многих аналитиков, то есть у экономистов, у очень уважаемых экономистов есть взгляды о том, что скоро фондовый рынок опять рухнет. Потому что, ну, в принципе, если рассматривать, то есть был кризис в 2002-м или 2001-м? Первый-второй, да. Да, году, потом 2008-м. То есть сейчас уже как бы 2017 год, ну, в принципе, как бы, да. Если допускать теорию цикличности экономики, то все верно. Ну, конечно, мы, мне кажется, миновали уже тот самый период, когда уже должен был, в принципе, фондовый рынок рухнуть. Но, мне кажется, все равно напряженность остается. И об этом действует ряд факторов. В том числе, первый фактор, ну, конечно, не самый важный, это более-менее такой фактор, то, что многие крупные инвесторы, и в том числе и крупные инвесторы, как Уоррен Бабаффет, то есть он уходит с рынка, ушел, вывел из фондового рынка около 100 миллиардов долларов. Да, и сидит в деньгах. Наличным, да. То есть это говорит о том, что он, грубо говоря, опытный инвестор, он вышел с рынка, и потом, как белый рыцарь, когда фондовый рынок рухнет, он зайдет на фондовый рынок и скупит все акции, и, соответственно, будет потом сидеть в шелках и ждать, пока они вырастут. Также очень важный фактор – это кредитный пузырь в Китае. То, что если вспомнить вообще, из-за чего начался кризис в 2008 году, это же ипотечное кредитование. Да, конечно. Да, а сейчас, ну, не то же самое, но, в принципе, рынок кредитов и в Китае, также сейчас объем вырос, и, в принципе, это как бы нехорошо, и сулит о будущих проблемах в экономике Китая и, в принципе, экономике всего мира. Может, если вы знаете что-то о теневой экономике Китая? Ну, там что добавлять? О том, что китайский фондовый рынок – это в основном объемы торгов формируется за счет объема оборота физических лиц, денежных средств, и, соответственно, там регулирование немного сложнее, и, соответственно, теневой сектор, как ты отметил, он достаточно рисковый, и большую часть занимает в общей экономике Китая. Да, это достаточно плохо, что люди идут не в банк, а занимают у каких-то физических лиц, грубо говоря, под какую-то процентную ставку, но это не регулируется, очень рискованно, и, в принципе, это очень плохо. А с этим не связаны ли маржинальные кредитования и какие-то риски с этим? Также, да, тоже стоит отметить, потому что, если посмотреть данные, в принципе, сейчас объем маржинального долга вырос до 50-76 миллиардов долларов, если я не ошибаюсь, то есть это, грубо говоря, исторический максимум, и, соответственно, это плохо. То есть, ну, и, в принципе, и пока ничего не происходит, но при этом как бы риски очень велики, и то есть в любой момент все может рухнуть. То есть, грубо говоря, маржинальный долг – это что? Это значит, что выросла задолженность у инвесторов перед брокерами. То есть это означает, что они торгуют и с плечом, то есть они очень сильно рискуют и при этом могут как бы повести за собой, в принципе, брокеров. Да, если коротко можешь отметить другие факторы, потому что нам уже в принципе надо переходить к российской. А, да. Ну, также, о чем я говорю, что и слишком все хорошо, это индекс PI, то есть и прибыль на акцию, он в данный момент и в среднем, и по мировым рынкам как бы вырос, то есть чистая прибыль у компаний растет, соответственно, и доходность на них тоже растет. То есть это может быть даже предвестник пузыря некоторого, да? Да, то есть если смотреть динамику в 2001 году, в 2007, то в принципе все так и начиналось с этого. Ну, это вот такие вот факторы. Также еще один довольно-таки важный фактор, который выделил один из экономистов в зарубежных, не вспомнил имя, это то, что доходность европейских мусорных облигаций приблизилась к доходности облигациям казначейства США. Но это вообще аномальная ситуация. Да, то есть там 2,5% у мусорных облигаций, а у казначейства около 2,2, да. То есть в принципе это как бы очень плохо, грубо говоря, мусорная облигация является очень высокорискованным, и это то есть плохо, когда у них доходность низкая. И опять же, это замечалось в 2001 году и в 2007 году. То есть опять же, какие-то предвестники, кризисы, после которого доходность росла. Это тоже стоит осматривать один из факторов. Да, и не будем негативно проходить эту глубоко. Будем надеяться, что будет все нормально, потому что мировая экономика в принципе не прямо вот так циклична. Даже ты вот отметил временной диапазон, что сейчас меняется. Может быть, как-то структура мировой экономики уже поменялась, и ситуация будет позитивной. Но споттерн, мне кажется, будет какой-то, ну, хоть незначительный. В любом случае, да. Хочется верить, что он будет незначительный, да. Коррекция, возможно, какая-то. Если на мировой арене мы смотрели политику ФРС, которая была очень важна для мировых рынков в целом, то в России это центральный банк, это снижение ключевой ставки в прошлую пятницу на 0,5 базисных пунктов, на 50 базисных пунктов до 8,5%. Как эта ситуация сказывается на рынках? Как рынки отыгрывают вообще снижение ключевой ставки? И что сейчас происходит в макроэкономике России? Ну, как, если рассматривать фондовый рынок, то это хорошо для фондового рынка, потому что ставка снижается, соответственно, и депозиты тоже снижаются, и, соответственно, инвесторам выгоднее идти на фондовый рынок и торговать на акциях, да. То есть, ну, и, возможно, облигаций, чем на депозитах. Соответственно, сейчас в данный момент, конечно, и фондовый рынок растет, в принципе, тренд позитивный. Но также ожидается и дальнейшее снижение ставки на 2,5% или 2%, но это, конечно, в далеком будущем. Так что, если вы и хотите, или собираетесь оформить депозит в банке, то лучше сделать это сейчас, в данный момент. Да, я коротко также еще скажу, потому что времени совсем не остается. На что смотрел Центральный банк, когда снижал ключевую ставку? Это, конечно же, на динамику инфляции. Целевой торг 4% успешно реализовался, и сейчас она в августе составила даже ниже этого диапазона 3,3%. К концу года, возможно, цифра будет ниже 4%. ВВП растет, в принципе, это следствие из того, что деньги стали доступнее, экономическая активность повышается, и, в принципе, положительная динамика по итогам второго квартала составила около 1,7%. К концу года ожидается рост на 2,2%. Инфляционные риски, как уже сказал, сокращаются. Стабильность на валютном рынке тоже помогает Центральному банку ситуацию сохранять под своим контролем и снижать ключевую ставку. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас коротко мы давай с тобой... Ключевую ставку, для чего снизили ключевую ставку, это чтобы в данный момент немного ослабить все-таки рубль. Потому что... Для бюджета. Да, для экономики стороны все-таки удобнее, когда рубль ослабевает, но не сильно. То есть для них удобный уровень это где-то 62-63, и то есть этими мерами они как бы стремятся немного снизить курс. Да, вот правильно. Ты отметил, что снижение ключевой ставки положительно сказывается на индексах российских, МНБ. То есть растет, в принципе, тренд, какой к концу года ожидается. Будет рост или будет падение? В принципе, ожидается, да. Потому что даже если смотреть и прошлогоднюю динамику индекса МНБ, то есть, в принципе, как бы российские компании к концу года очень сильно прибавляют. То есть и Сбербанк, и Роснефть, и даже АФК-система, которая сейчас лихорадит, она тоже была в прошлом году в тренде и росла очень сильно. Посмотрим, да. Очень много тем остается для обсуждения. Сбербанк, который мы хотели бы рассмотреть с точки зрения инвестирования. И, в принципе, российский рынок. Там много очень интересных историй в акциях, потому что все-таки некоторые акции остаются недооцененными. и много простора для инвестирования. К сожалению, мы должны заканчивать. Тимур, большое спасибо тебе за ответы. Надеюсь, в следующих программах мы успеем обсудить более детально другие темы. Спасибо за то, что пришел к нам в студию. Спасибо тебе, что пригласил меня в очередной раз. Очень рада вас находиться. С вами мы прощаемся до следующей недели. Оставайтесь на телеканале. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!